МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Петр Горохов. В эфире Одинцовского телевидения. Итоговый обзор событий. В ближайшие полчаса вас ждет подборка самых интересных и важных новостей минувшей недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 90 тысяч обращений поступило в Государственную жилищную инспекцию Московской области в 2018 году. Чаще всего жители региона были недовольны содержанием и ремонтом жилого фонда. Чуть реже – правильностью начисления платы за коммунальные услуги. Об этом шла речь на пресс-конференции, которая прошла в агентстве РИАМО. В прошлом году в Государственную жилищную инспекцию Московской области поступило более 22 тысяч обращений, в которых жители региона жаловались на неправомерность начисления платы за коммунальные услуги. В ходе проверок подтвердилось лишь четверть из них. Это начисление по отоплению, начисление по горячей воде и начисление за общедомовые нужды. То есть, когда ресурс потребляется, услуга, при содержании общего имущества собственников квартирных домов. Кроме того, нередко управляющие компании используют неверную форму для расчета платежей. И включают в единый платежный документ строки, не утвержденные на общем собрании собственников. Так, в городском округе Истро в платежках жителей нескольких десятков домов появилась графа. Установка общедомовых приборов учета. Сумма в платежках заметно возросла. После жалоб жителей были проведены проверки. В результате удалось добиться перерасчета на сумму почти 2 миллиона рублей. Если устанавливают факт, что нарушение в части начисления или порядка расчета за жилищно-коммунальные услуги, допустим, управляющие организации, то госжилинспекция выдает предписание. Не всегда управляющие организации согласны с этим предписанием. Они подают суд на спаривание данных предписаний. Впрочем, в 95% случаев предписания госжилинспекции остаются в силе. Проблемы в городском округе Истро, как и многие другие, в системе ЖКХ удалось решить благодаря форуму «Управдом», который ежеквартально проходит в Московской области. Его первая задача – просветительская работа с жителями. Вторая – помочь управляющим компаниям грамотно построить свою работу. Наша задача, чтобы те компании, которые являются управляющими или ресурсопоставляющими, они понимали, что работать надо открыто, работать надо так, чтобы было понятно, что они делают, на какой базе они формируют те или иные стоимости услуг, и тогда этих вопросов будет меньше. Статистика показывает, жители региона стали чаще обращаться в госжилинспекцию с жалобами. Во многом потому, что теперь они лучше разбираются в работе ЖКХ. Свои плоды принесли форум «Управдом» и профильные проекты, которые реализует партия «Единая Россия». Но, тем не менее, пока снимать с повестки вопросы коммунального хозяйства «Единороссы» не собираются. Работа по совершенствованию этой сферы будет продолжена. В администрации Одинцовского района прошло совещание руководителя муниципалитета Андрея Иванова с главами поселений и руководящими сотрудниками администрации. Уборка снега, вывоз мусора, готовность уличных спортивных объектов, эффективность работы с обращениями граждан через систему добродел и соцсети – эти темы снова оказались в центре внимания. По многим показателям Одинцовский район занимает лидирующие позиции в регионе. Опыт муниципальной власти тиражируется. Так, наша служба ЕДДС признана лучшей в Подмосковье. Да и рейтинг новогоднего оформления возглавила именно наша территория. Но остается ряд нерешенных вопросов. Вывоз мусора, уборка дорог от снега. Не могу, хочется, но не могу сказать, что с работой мы справляемся на 4 или на 5 баллов. Потому что по статистике, по доброделу, по социальным сетям мы видим, что население многие точки, особенно Одинцовы, беспокоит, не устраивает. Вот критерии по вашей работе, по тому, как мы можем руками с лопатой или техникой убирать снег, как раз говорит о броделе. Вот это и есть основной критерий и оценка вашей работы и всей коммунальной службы. Просрочки в доброделе существенно снижают показатели эффективности работы власти. Ряд поселений снова оказался в красной зоне. Главы территории отчитались руководителю о ситуации и доложили о том, что уже сделано. Есть у нас генератор повторных обращений. Это один человек, сейчас с ним персонально работает. Это не та жалоба, которая, скажем так, касается общего и большого количества населения. Там просто личный интерес у человека, он помортирует нас через добродел. Но, тем не менее, работаем сейчас с ним персонально и уверен, что через неделю мы уйдем с 11-го места повыше. Обязательно нужна встреча ваша с этим человеком. И если после этого результат не появится, тогда будем считать, что нас искусственно троллит. Принято. Что это нереальная проблема, которой нам стоит заниматься. По Голицыну, Александр Николаевич, 39% у вас повторных обращений. Там такая же ситуация, там не касается всех жителей. А личные интересы, скажем, одного дома и личные интересы другого дома по парковке. То есть у нас есть фотофиксация, мы приходим, срезаем эти столбики заграждающие, которые устанавливают одни жители. А другой житель ходит, пишет на них. То есть вот такая ситуация, она вот, да, и длится это уже два года. Павел Иванович, тогда по всем пяти поселениям, которые у нас в антилидерах, тогда то, что главы сейчас озвучили, сделайте в виде справки, еще раз посмотрите по всем повторам, где фейки, где боты, где люди просто нас троллят из-за каких-то собственных личных интересов. А где реальные проблемы, нужна помощь коллегам на территории, тогда мы подключимся к всеми ЖКХ и по другим отраслям. На прошлом совещании глава района дал поручение Евгению Серегину провести мониторинг всех хоккейных коробок муниципалитета. Практически везде площадки полностью готовы, коммунальные службы вместе с жителями ведут ежедневный уборку льда, чистят от снега и устраняют неровности. Мы задекларировали в этом году 52 площадки для массового катания, фактически залили 48, 4 площадки мы не залили, 2 площадки в работе, это ГП Одинцова, но это не критично, они находятся в стадии заливки, просто ввиду большого объема работы не успели их залить, но рядом находятся другие катки, в том числе баранка, поэтому там могут люди кататься, а в течение этой недели их зальют. Также одну площадку в Успенке жители попросили отставить под зимний футбол, не заливать. И в Барвихе из-за аварии теплосети одну хоккейную коробку не удается залить. Через месяц стартует пятый фестиваль «Салют Победе». В этот раз основной темой всех мероприятий станет битва за Кавказ – подвиг моряков, героев Новороссийска. Тема Великой Отечественной войны, особенно морская тема, водная тема наших моряков и сражение в горах, в данном случае на Кавказе, она почти что не изучена в истории наших учебников. Поэтому вот такую тему и подтвердил Координационный совет ветеранов, что мы должны взять и на нашей территории проживают морские офицеры, труженики тыла данной категории. И поэтому в 75-летие битвы на малой земле выбран город-герой Новороссийск. Фестиваль стартует в Новоивановском и пройдет по всем поселениям района подготовку к этому масштабному празднику. Уже ведут школы, детские сады и учреждения культуры. На начало сентября 41-го года в Ленинграде проживало почти 3 миллиона человек. Во время блокады, по разным подсчетам, умерло от 900 тысяч до полутора миллионов жителей. Большая часть от голода. 27 января 44-го город на Неве был полностью освобожден. В память о событиях 75-летней давности в Одинцовском историко-краеведческом музее прошло торжественное мероприятие главными гостями, на котором стали те, чье детство прошло в блокадном Ленинграде. Ольге Ивановне Мартовицкой было 6 лет, когда началась блокада Ленинграда. Ее семья жила в коммунальной квартире на Петроградской стороне. Общее горе объединило соседей, как и всех ленинградцев. Вместе грелись, вместе спасались от бомбежек, вместе надеялись на чудо – скорейшее окончание войны. Очень, конечно, было тяжелое время. Помню свою салфеточку голубенькую. Что это за салфеточка? Это, в которой лежали 125 грамм хлеба. Вот каждую крошечку. В марте 42-го года Ольга Ивановна была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Месяц провела в больнице Череповца. А после в товарных вагонах вместе с другими ленинградцами приехала в Красноярск. Нам выдали картошку на посадку. Мы ее съели. Мы ее съели, но мама так снимала, так обрезала очистки, чтобы глазки остались живы. И урожай у нас получился нисколько не хуже, чем у тех, которые посадили клубнями. Да и сейчас, признается Ольга Ивановна, не может оставить хлеб недоеденным. Блокадное прошлое невозможно забыть. Должно помнить о тех страшных днях и подрастающее поколение. Для этого в Одинцовском районе регулярно проходят тематические выставки, которые пользуются неизменной популярностью у школьников. Свидетели всех событий всегда желанные гости в образовательных учреждениях. Детки помнят все. Детская память, она настолько цеплючая. Так что спасибо, что вы приходите. Спасибо, что вы доходите до наших ребят. Новогодняя елка, на фоне которой происходит торжественное собрание, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда, не напоминание о наступившем 2019-м. Она возвращает посетителей музея в далекие сороковые. Именно так выглядело новогоднее убранство квартиры в детстве тех, кого сегодня награждают почетными знаками. Мы сделали реконструкцию квартиры блокадного Ленинграда. Это, конечно же, была коммуналка. Это, конечно же, была комната. В этом году мы решили, что это будет комната человека, который служит. Вы увидите там форму времен войны. Человека отпустили на пять минут. Забежала домой, в свою родную комнату. Успела только выпить чаю. Да какого чаю? Кипятку. В завершении торжественной части собрания почетные гости услышали до боли знакомый звук и почтили память тех, кого уже нет рядом. Отдел по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России Одинцовской занимается большим перечнем самых актуальных вопросов. Первоочередная задача – контроль за прибывающими на территорию района иностранными гражданами. Не секрет, что именно на их долю приходится значительное число совершаемых в муниципалитете правонарушений. В 2018 году в Одинцовском районе на миграционном учете стояло 102 тысячи человек. Это на 25 тысяч больше, чем в 2017. Работа с иностранными гражданами ведется отделом по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России Одинцовская в офисе на неделе на 11. Здесь работают грамотные, профессиональные сотрудники, посетители, частные лица и представители бизнес-структур. Я сюда неоднократно приходила. Нормальное, вежливое обслуживание. Инспектор консультацию дает в полном объеме. Информацию тоже здесь всю можно найти на стендах. Сотрудники работают очень профессионально, разъясняют все законодательные акты, новые и старые, если мы вдруг что-то не понимаем. То есть, ну, все на высоком уровне. Наш муниципалитет считается перспективным местом для трудоустройства. Чаще всего на миграционный учет в Одинцовском районе становятся граждане Узбекистана и Украины. Однако есть и иностранцы из развитых стран. Например, Германии или Швейцарии. Люди чаще всего приходят у нас на постановку на учет по месту пребывания, оформляют приглашение на въезд иностранных граждан, либо лиц без гражданства на территорию Российской Федерации. Обращаются также по поводу выдачи дубликатов миграционных карт, по снятию с учета по месту пребывания. Получить государственные услуги, связанные с миграционным учетом, можно в порядке общей очереди. Но гораздо проще сделать это с помощью специализированного портала. Число таких квалифицированных посетителей постоянно растет. Люди регистрируются через портал госуслуг, но не так их много, но регистрируются, приходят, и мы принимаем через портал госуслуг. Это очень удобно на самом деле. Люди приходят в определенное время, выбирают себе день. Когда прийти, выбирают себе время, приходят, мы их принимаем в это время. Сегодня посетителей в отделе не так и много. Однако ближе к летнему сезону их число обычно резко возрастает. Поэтому оформлять миграционные документы комфортнее именно сейчас. Далее в обзоре 5 самых актуальных и интересных новостей нашего региона. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с руководящим составом областного правительства. В ходе совещания обсуждались принципы формирования рейтинга работы управляющих компаний. Было отмечено, что сегодня настроение жителей во многом зависит от качества работы и профессионализма УК. Задача областного правительства – заставить эти предприятия работать без сбоев. Кстати, на портал Добродел в 2018 году больше всего жалоб поступило именно на неудовлетворительную работу управляющих компаний. На сайте Минобороны России начал работать раздел, посвященный 5-му международному военно-техническому форуму «Армия-2019». Основные события пройдут с 25 по 30 июня в парке «Патриот» Подмосковье, сообщается на сайте ведомства. Также для демонстрации образцов вооружений задействуют аэродром в Кубинке и полигон Алабина. Дополнительные мероприятия проведут на озере Комсомольском, в военных округах и на Северном флоте. В дни форума в разделе для посетителей сайта Минобороны России будет доступна прямая трансляция церемонии открытия основных мероприятий и динамического показа огневых и ходовых возможностей военной техники. Почти 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье в прошлом году. Снаряды успешно ликвидировали специалисты взрывотехники. Обычно боеприпасы находят в лесах, на территориях приусадебных участков, во время строительных работ. Больше всего их обнаруживают в Волоколамском, Латашинском и Солнечногорском районах, а также в Можайске, Рузе и Нарофоминске. Из распиленного ствола кремлевской елки изготовят особые настенные часы, подарок для детских домов Балашихи и Егорьевска, сообщили в Министерстве ЖКХ области. Игрушки из главной ели страны монтажники снимают в конце января, а сама ею попадает не на лесопилку, а в руки эко-волонтеров, которые дарят ей вторую жизнь. Так происходит уже пятый год подряд. Столетнее дерево имеет длину 27 метров и диаметр ствола 60 сантиметров. Новогоднюю красавицу украшали 2000 игрушек и полтора километра гирлянд. В Главном управлении ЗАГС Московской области назвали самые популярные дни для заключения браков. Чаще всего молодожены планируют регистрировать отношения в канун православных праздников в Масленице и Красная Горка. Кроме того, популярностью пользуется День любви, семьи и верности, День всех влюбленных и красивые даты с совпадающими цифрами. Второй этап конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог» прошел в Одинцовской библиотеке номер один. Семь лучших специалистов представили на суд жюри свои авторские приемы и методы работы с детьми, новаторские идеи и разработки. Зачастую работу педагога-психолога сложно заметить невооруженным глазом. Но именно на плечах этого специалиста лежит создание безопасной и психологически комфортной среды в образовательном учреждении. Установление доверительного контакта с детьми, выявление нарушений развития ребенка, постоянное взаимодействие с родителями – вот лишь малая часть задач психологов в сфере образования. Основная цель конкурса – выявить лучшие инновационные методики и приемы в работе, а также повысить профессиональный уровень специалистов. Сегодня у нас этап самопрезентации, в котором педагоги-психологи должны рассказать о том, как они пришли в профессию, что интересного они умеют и знают, поделиться своим опытом и своими знаниями. Финалистами второго этапа конкурса в этом году стали семь молодых специалистов. Строгая жюри оценивала участников по множеству критериев, но, как и в любом деле, здесь ценится оригинальность и нестандартный подход к работе. Оценивается компетентность, содержание, логичность построения выступления. Всегда очень интересно видеть неординарное выступление, креатив, как какую-то изюминку. Евгения Игенбердиева с детства мечтала о профессии учителя. В детском саду номер 31 в Барвихе девушка работает с 2016 года. Ее необычная методика сказкотерапия уже помогла десяткам малышей. В работе я применяю сказкотерапию. Я индивидуально пишу сказки под проблему ребенка. То есть я работаю с родителями, собираю информацию о ребенке, о его проблеме. И индивидуально уже под каждого ребенка подбираю сказочного персонажа, с которым ребенок будет идентифицироваться. И пишу уже конкретное решение проблемы, которое ребенку будет наиболее подходящим. Впереди у участников еще два этапа – проведение открытых уроков и решение специальных кейсов. Эти испытания в полной мере позволят педагогам-психологам продемонстрировать профессионализм и мастерство. В лицее номер 6 имени Александра Сергеевича Пушкина открылся современный, просторный и обустроенный по всем предъявляемым стандартам кабинет физики. В этом образовательному учреждению посодействовала первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина. В 6 лицее произошло знаменательное событие – открытие нового кабинета физики. С самого утра учебное заведение было наполнено гостями. Учащиеся старших классов прошли стихи о великой науке физики и ее роли в нашей жизни. Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено первому зампреду областного парламента представителю партии «Единая Россия» Ларисе Лазутиной, начальнику управления образования района Алексею Полякову, исполняющей обязанности руководителя района администрации Татьяне Одинцовой, а также директору лицея Ирины Стрижак. И вот он – красивый, современный, просторный кабинет. Реализация такого проекта стала возможна в первую очередь благодаря Ларисе Лазутиной. В парламентарии, исполняя наказы избирателей, содействовала выделению денежных средств на обустройство нового учебного помещения. Я очень благодарна губернатору, всем депутатам, потому что у нас есть закон, который позволяет за счет бюджетных средств, это наказы избирателей, по обращению наших граждан, мы можем помочь в той или иной сфере. И то, что касается, конечно, сегодня открытия вот этого кабинета, меня оно, конечно, очень порадовало. С приветственным словом ко всем собравшимся обратилась Татьяна Одинцова. Она отметила, что современным детям очень повезло. Все сделано с такой любовью, с таким отношением к ребятам. Это редко. Ребят, вам повезло, что вы в такой школе. Счастья вам, здоровья, исполнение всех желаний. Вы живете в самое интересное время. И уж если есть такие кабинеты физики, я думаю, у нас физические открытия, олимпиады. За вами. За шестым лицей мы за вами. На обустройство нового кабинета физики в лицее номер 6 из депутатского фонда было выделено порядка двух миллионов рублей. По словам Ларисы Лазутиной, в дальнейшем планируется сотрудничество и с другими школами Одинцовского района. В завершении праздничной программы лицеисты преподнесли почетным гостям именные медали и выразили глубокую признательность за возможность обучаться в обновленном кабинете. О необходимости экономить и воду, электричество и даже газ задумались Александр Фадеев и Михаил Соломатин и учредили волонтерское движение «Сохраним энергию для будущих поколений». Цель организации – научить в первую очередь детей рационально относиться к природным ресурсам, чтобы сохранить их для будущих поколений. Выполнять эту миссию будут волонтеры. Мастер-класс по энергосбережению для добровольцев прошел в городской библиотеке номер один. Александр Фадеев и Михаил Соломатин – специалисты в области энергетики, поэтому знают об энергоресурсах все. Но, как и многие из нас, иногда совершают бытовые ошибки, которые приводят к напрасным тратам воды или, например, электричества. Работает телевизор, компьютер, свет во всех комнатах. Если говорить про электричество, не закрываем окна, двери. В общем, вы сами, каждый человек сам знает про себя и ничего с этим не делает. Работать над собой Михаил и Александр предлагают сообщать. Для этого они учредили волонтерское движение «Сохраним энергию для будущих поколений», цель которого – научиться бережно относиться к природным ресурсам самим и научить этому других. В первую очередь прививать навыки энергосбережения будут школьникам и студентам. У нас предусмотрены несколько программ обучения. То есть программы обучения и для начальных классов, 1, 3, 3, 4 классов, программы обучения для более старших детей. И, соответственно, программы обучения есть уже непосредственно для тех, которые работают на предприятиях, работают в социальной сфере и прочее. Проводить энергосберегающие занятия с детьми будут волонтеры. Методические рекомендации по подготовке и проведению тематических уроков добровольцам презентовали в библиотеке номер один на мастер-классе, который прошел при поддержке общественной палаты Одинцовского района. Этот проект, я думаю, будет интересен и школам, и, я думаю, следующий этап институтам, училищам. То есть как правильно людям энергоэффективно сохранять воду, электричество, ну и немножечко затронуть тему мусора. Отключать зарядное устройство от питания, когда смартфон не заряжается, не оставлять кран включенным во время чистки зубов, не наливать полный чайник, использовать только нужное количество воды. Эти и другие не менее простые правила помогут сэкономить не только природные ресурсы, но и деньги потребителей. Эффективность проекта «Сохраним энергию для будущих поколений» покажет время. Его результаты проанализируют общественники и представители ресурсоснабжающих организаций, посчитав, насколько фактически снизился расход электричества, воды и газа. На этом обзор завершен. Узнавайте о самых важных событиях нашего района из выпусков новостей на ОТВ. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин